21 сентября в 70 регионах страны, в том числе и в нашем, прошел Всемирный день чистоты. Были организованы волонтерские уборки мусора на природе и просветительские мероприятия. В этот же день в Твери открылся первый молодежный экологический штаб. Он будет базироваться в 34-й школе областной столицы. Наша съемочная группа побывала на мероприятии, а о сути проекта расскажет наш корреспондент. Экологический штаб будет базироваться в кабинете экологии 34-й школы. Вот и соответствующую табличку здесь установили. Это абсолютно новая система взаимодействия и эко-просвещения молодежи, рассказывает куратор проекта «Чистая страна» от партии «Единая Россия». Эко-штабы открываются в регионах по инициативе молодой гвардии «Единой России». Тверской регион один из первых. Это большая ответственность, чтобы показать, задать темп развития, и чтобы на нас равнялись. Поэтому у учеников школы есть возможность проявить себя, оказаться с лучшей стороны. Останная цель эко-штаба – донести до школьников первичное экологическое образование, чтобы дети смогли получить ответы на интересующие их вопросы. Дети постоянно сталкиваются с экологическими вопросами, проблемами, и должны уметь их решать. И поэтому экологический штаб позволит вести работу по тому, что должно окружать ребенка, что должны жить в чистоте. Это земля, и воздух, и вода. Все должно быть чистым для будущих поколений. Школьники сразу после торжественной части стали участниками образовательного модуля. Ребятам дали пять темы. В формате World Cafe они обсуждали, как будут реализовывать свои проекты, формат мероприятий, место и целевую аудиторию. День Байкала. День, когда люди будут собираться и чистить озера различные. День Байкала, он так назван просто символичный. Это Синичкин день. Мы хотим снять видео о том, как окружающее заказнение влияет на жизнь здесь. И хотим провести конкурс среди учеников начальной школы, чтобы они сделали скворечники. Всемирный дизель. Этот проект поможет нам объяснить детям, что не будет соблюдать чистоту. Это очень сильно помогает природе. Планируем делать подкасты, так как это молодежно и довольно востребовано. Планируется, что экологические штабы будут организованы в других школах не только Двериной области. А после официального старта первого в регионе экоштаба ребята отправились на субботник.